2489 свободных кресел, желающих почти вдвое больше, а голосу избирателя всего один. Выполнить долг, а заодно и воспользоваться правом данным Конституции пожелало 170 326 человек из 556 683 граждан, включенных в списки избирателей. Так, в среднем по региону явка составила 30,6%. Лидером по числу пришедших оказались выборы депутатов Овсичинского сельского поселения Вашневолодского района с показателем более 70% избирателей. Чуть больше 12% голосующих пришло на выборы в одном из поселений Торжокского района, ставшего таким образом самым пассивным по явке. Выборы всех уровней признаны действительными и одними из самых спокойных. Так за весь день поступила только одна жалоба. Один из кандидатов обвинял другого кандидата в возможной доставке граждан на избирательные участки. Данная информация была направлена для проверки, соответственно, в правоохранительные органы. Напомним, что 8 сентября в единый день голосования предстояло выбрать глав муниципальных образований, депутатов городских округов и муниципальных районов, а также депутатов городских и сельских поселений. Выборы мэра города Вышневолочок. Мэром города избран Пантюшкин Алексей Борисович, действующий мэр города Вышневолочок, выдвинутый партией «Единая Россия». Выборы главы Осташковского района. Три кандидата. Главой на досрочных выборах избран Тузов Михаил Николаевич, выдвинутый местным отделением партии «Единая Россия». Кроме этого, кандидаты правящей партии победили на выборах глав муниципальных образований в Субцовском, Кашинском и Конаковском районах. Выборы депутатов городских и сельских поселений стали самой масштабной кампанией. Заместить предстояло 2370 мандатов. Большее количество мест здесь получили кандидаты от «Единой России». Достаточно великое количество самовыдвиженцев – ровно 500, что составляет больше 20% из всего списка мандатов. Минувшие выборы прошли с изменениями в законодательстве. Кандидатов, набравших одинаковое количество голосов с этого года, стали выбирать жеребьевкой. Ранее же отдавали предпочтение тому, кто первым вошел в предвыборную гонку и зарегистрировал свою кандидатуру. Численное распределение партий на политической арене Тверской области в ближайшие несколько лет будет следующим. 1826 мандатов получили кандидаты в выдвинутой партии «Единой России». КПРФ – 78 депутатов и, соответственно, должностных лиц. Справедливая Россия – 26, ЛДПР – 16, 3 коммунисты России и 2 яблока. И в порядке самовыдвижения на выборах всех уровней 538 кандидатов. 286 избирательных кампаний с 288 завершились 8 сентября. Выборы в Славковском сельском поселении Кашинского района и в Осюковском сельском поселении Бежицкого района будут перенесены на более поздний срок. Желающие стать слугами народа на уровне местного самоуправления в этих поселениях не объявились. Екатерина Карпова, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».